Добрый день, Роман Гурамович. Давайте начнем отвечать на вопросы наших болельщиков. Я думаю, что преображение на самом деле не было связано только с одним межсезонним. Вопрос в том, что это преображение, наверное, началось для нас, для всех, кто внутри процесса находится, может быть, для болельщиков с точки зрения игры и результата, когда команда вышла уже на другой уровень. Это ассоциируется с этим периодом, но само преображение для нас, для всех, кто, еще раз повторюсь, внутри в процессе, оно, наверное, всех сотрудников команды, я имею в виду, в общем, клуба, оно началось как раз-таки в 2019 году, когда мы начали оперативно работать и нам удалось, скажем так, клуб стабилизировать то, о чем уже миллион раз говорили, поэтому для меня лично оно началось в 2019 году, а именно касаемо команды, если говорить спортивные какие-то результаты, потому что я оцениваю общую картину, можно сказать, что после предсезонки, потому что команда сработалась, сыгралась, были привлечены хорошие исполнители в рамках наших возможностей, и вся работа совместная с тренерским штабом и так далее, она дала определенные плоды, но все это занимает долгосрочный процесс, это не одно точно окно, я хотел бы, чтобы просто болельщики и мы все вместе оценивали это как, скажем так, более глобальную историю, нежели одно окно. Все к этому шло, нам удалось это сделать, слава богу, поэтому рад, что все это замечают и отмечают. Скажем так, про позиции я, естественно, публично рассказывать не буду, вот мы, у нас есть основной костяк и вся команда на данный момент, которая идет вверху таблицы турнирной, вот мы довольны и игроками, которые являются костяком в клубе и в команде, мы довольны игроками и молодыми, как они развиваются, опять же, это не просто слова, это видно и по играм, и по, в принципе, их работе, работе внутри, которую мы так или иначе оцениваем, мы и тренерский штаб, естественно, тоже, вот, поэтому сейчас говорить об этом рано, зимой мы посмотрим, что случится, что с точки зрения вопроса второй части по поводу ухода игроков, слушайте, ну это футбол, это жизнь, мы сейчас не можем предвидеть какие-то истории, вот, если в клуб поступят интересные предложения по ряду игроков, то, естественно, мы в зависимости от предложения будем рассматривать любые варианты, клуб должен работать, существовать, развиваться, и для этого, естественно, нужны деньги, мы должны зарабатывать, это ни в коем случае не говорит о том, что мы на этом зациклены, я говорю о том, что в футболе может быть все, мы полномерно или не ставим целью кого-то продать, но футбольная трансферная политика в любом клубе, РПЛ, ФНЛ, естественно, подразумевает интерес, скажем так, к каким-то игрокам того или иного плана, того или иного клуба, поэтому я сейчас тяжело сказать, что будет, мы, еще раз говорю, не ставим целью продавать кого-то, вот, но если условно, как это было с Никитином в локомотив, если поступит достойное предложение, мы будем обязаны его рассмотреть, поэтому, может быть, отвечу, так сказать, не по фактам, но их и нету, наша задача максимально сохранить состав, тот состав боевой, который поможет нам, скажем так, и клубу решать самые высокие задачи. С моего первого приезда сюда один и тот же вопрос всегда задается, уже устал от него отвечать, я, естественно, не буду говорить пофамильно или там рассказывать что-то детально и публично, это, еще раз говорю, внутренняя политика клуба, вот, большинство игроков имеют долгосрочные контракты, естественно, не все, вот, и, соответственно, по этому вопросу клуб, как и в прошлом году до этого, максимальное и определенное решение будет принимать уже, там, наверное, зимой, как раз-таки в предсезонное, возвращаясь к предыдущему вопросу во время предсезонки и так далее, то есть у нас, еще раз говорю, все это отлажено, ребята все-все понимают, поэтому с точки зрения, скажем так, в процентном соотношении, ну, можно сказать, что 50-50 мы подписывали, соответственно, молодых игроков, особенно молодых игроков на долгосрок, вот, и здесь, как бы, вопрос, я думаю, что это не проблемный вопрос, который может заставить болельщиков или общественности волноваться. Теперь вопрос от нашей пресс-службы. Как вы оцените работу молодых игроков? Создают ли они достойную конкуренцию более опытным игрокам сегодня? Ну, в футболе это всегда такой период очень сложный, опять же, для молодых игроков, я имею в виду, болельщики, естественно, как всегда, могут рассуждать о том, что зачем нужен тот или иной игрок, как он реагирует молодой, нет. У молодых игроков есть определенный этап, который они должны пройти, и они должны это понимать. Этот этап им никто не гарантирует, что это будет месяц, два, три, и это все будет зависеть исключительно от их возможностей, их желания, их профессионального отношения, мотивации в ежедневном режиме, доказывать, что они могут расти, и доказывать это, в первую очередь, по всем показателям тренерскому штабу, который видит игроков 24 часа практически каждый день. Я лично доволен большинством из них. Если мы говорим про основную команду молодых игроков, которые пришли, они все прибавляют. Если игрок так или иначе на данный момент получает немного игровой практики, это не говорит о том, что у него нет будущего. Это говорит о том, что он еще находится на стадии становления, что за ним следят, анализируют, еще раз говорю, его, в первую очередь, тренировочные процессы, кондиции. И лично я могу за себя говорить и буду говорить за себя, я доволен, потому что ребята прогрессируют, в тренировочном процессе они становятся сильнее. Они, тренируясь каждый день, также получая многие из них практику в некоторых и во многих даже матчах во второй лиге, этот тонус не теряют, наоборот, приобретают. Вот, поэтому здесь, как говорится, все зависит от них. Условия все созданы. И с точки зрения прогресса, я еще раз говорю, они уже поняли в теме, кто особенно долго здесь находится. Здесь будет зависеть только исключительно эта история от них. Если тренерский штаб или мы сочтем, что игрок не прогрессирует в должной мере здесь, не потому что он плохой, ну, это футбол, это частности, это бывает, ну, соответственно, мы не будем ставить каких препятствий к тому, чтобы молодой игрок развивался в другом месте, возможно. Опять же, но всегда на выгодных условиях для клуба, потому что определенные средства и возможности были вложены в игроков. И здесь это тоже такой аспект профессиональной деятельности, работы профессионального клуба. Просто отвечу нет, потому что комментарии какие-то распространенные давать не стоит. У нас позиции укомплектованы. Игроки, у которых были возможности остаться, им предлагали это сделать. То есть зачем возвращаться к прошлому, тем более, когда не было по тем или иным причинам, скажем так, желания расти и помогать, или там прогрессировать именно в этом месте. Если человек в другом месте лучше, лучше, то с этой точки зрения, на том этапе, я имею в виду, без долгосрочного какого-то контракта, естественно, там тот человек просто принял это решение. Вот и все. Поэтому нет. Такой странный достаточно вопрос для меня, который, ну, понятно, что больше, наверное, от болельщиков. Я как профессионал должен ориентироваться на определенные регламенты и нормы, да. Мы ориентируемся, что у нас есть регламент, где четко прописано клуб, который по спортивному принципу занимает определенное место, попадает в пример лигу. Тот или иной клуб, я имею в виду. Дальше идет процесс лицензирования, которому клуб должен быть соответствовать по всем критериям. И это уже вопрос технический и юридический, который можно обсуждать, наверное, по факту. Поэтому бежать впереди паровоза мы не хотим. Мы движемся от игре к игре, вот, и здесь рассуждать на эту тему нет. В регламенте прописано. Занял соответствующее место. Получаешь право, с учетом всех, еще раз, процедур, с соответствием нормам, получаешь право участвовать в премьер-лиге. Все. Ну, это вопрос, плюс-минус, похожий на тот вопрос, который был задан до этого. Поэтому ничего нового я сейчас не добавлю. Есть инфраструктура, которую мы имеем. Вот все. Соответственно, клуб имеет в своем распоряжении, не в собственности, а в распоряжении, на данный момент, то, что мы имеем, о чем все знают, все болельщики. Дальше соответствие критериям или так далее, работы, это будет в будущем возможно. Возможно, и оценка этого будет в будущем. Я не хочу, еще раз говорю, бежать впереди паровоза и сейчас конкретно отвечать, потому что я элементарно даже не знаю, я не работаю ни в РПЛ, ни в РФС. Есть четкие критерии, они прописаны, с ними можно ознакомиться на официальных источниках и сделать свои собственные выводы. Мы, еще раз говорю, движемся поэтапно, поступательно, без каких-то, скажем так, резких действий. Я сейчас говорю в плане будущего. Поэтому будем двигаться и смотреть поступательно. Опять же вопрос про Премьер-лигу. Я еще раз говорю, мы находимся на этапе, где закончилась осенняя часть чемпионата. Вот. Весенний отрезок еще впереди. Бежать впереди паровоза я не хочу и говорить о чем-то с точки зрения будущего не хочу. Потому что, как правило, как только ты начинаешь говорить или думать конкретно то, что может быть в будущем или еще не состоялось, то ты немножко теряешь концентрацию, связанную с нынешней ситуацией. И вот для меня главное, чтобы весь коллектив, вся команда, весь клуб целиком, они не теряли концентрацию в этапе, который происходит сейчас. Потому что можно как раз-таки упустив этот момент, потом уже сидеть и думать, что же мы там что-то планировали, думали, мечтали. Зачем? Мы работаем. Мне нужно профессиональное отношение всех. Профессиональное отношение для меня заключается в ежедневном формате работы и решении тех проблем и задач, которые стоят сегодня, на сегодняшний день. Мы их поступательно решаем. Мы, наверное, уже еще раз говорю, с опережением графика все решаем. Поэтому я просто не люблю, как есть всем известное выражение, да, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому давайте работать, не покладая рук сейчас. Ребята потом и кровью, и на тренировках, и в играх доказывают это. Мы отступать от своей, скажем так, линии не намерены, но хочу, чтобы действие все происходило сейчас, а в будущем время расставить все на свои места. Это 20-летнюю историю факела, к счастью или к сожалению, я не могу анализировать, потому что я не находился. И являясь не болельщиком, а профессиональным сотрудником и менеджером, я могу говорить только за то, что делаем мы. Поэтому то, что было за 20 лет, я понятия не имею. Почему нельзя было, можно. То есть это вопрос точно не ко мне. Наверное, если болельщики захотят, они могут адресовать вопросы предыдущему, хотя уже, наверное, адресовали, уже говорили об этом. Меня это не касается. Я не хочу жить, как я сказал, ни в прошлом, ни в будущем, в плане, еще раз повторюсь, каких-то завышенных перспектив и самооценок. Мы живем настоящим, поступательно, грамотно, я надеюсь, и стабильно. Вот это в футболе самое основное слово стабильность. Я надеюсь, что нам удастся и удалось, и удастся в будущем тоже эту стабильность закрепить за клубом. Тогда можно будет об этом говорить. Хватило, не хватило. Всегда в футболе чего-то не хватает. Очков не хватает когда-то, когда команда не зарабатывает эти очки. Когда-то не хватает финансовых возможностей. Когда-то не хватает грамотного управления клубом. Когда-то не хватает человеческих ресурсов из компетентных сотрудников, я еще раз повторюсь. Много чего можно перечислять в этом списке. То, что было, было. Я хочу, чтобы все болельщики факела жили, еще раз говорю, настоящим, а не постоянно думая, возвращаясь о прошлом. Либо говоря о том, что о будущем, а вот это можно, нельзя и так далее. Давайте все вместе двигаться поступательно, все вместе, но в диапазоне сегодняшнего дня. Вы знаете, опять про инфраструктуру говорим. Всем все известно. Почему 30 тысяч? Такой вопрос у меня может быть ответный к болельщику. То есть так просто сидел, подумал, что 30 тысяч будет достаточно. Ну, слушайте, глава региона, я это уже повторял и еще раз повторюсь, делает максимально для клуба в рамках наших и возможностей правительства. Вот, и я думаю, что такого кардинально, скажем так, заметного скачка в развитии клуба не было бы 100% без участия Александра Викторовича. И, как мы понимаем и видим сейчас, то, что о чем я говорил еще в 2019 году, в конце, в 2020, тоже же многие не верили, скажем так. Я надеюсь, что сейчас по фактам уже видно, что там строительство, определенные работы нового стадиона уже ведутся. Вот, это значимый момент, в принципе, в истории и клуба, и города, и области, потому что уже сколько лет, много, да, не сосчитать. Футбольные большие объекты не строились. Давайте начнем и доведем до конца что-то одно, а потом уже будем рассуждать о чем-то другом. Все вместе и сразу, никогда, к сожалению, как бы нам не хотелось в жизни, не бывает. Прийти выиграть сразу чемпионат, такого не бывает. Прийти сразу с клубом, у которого многомиллионные долги, что-то сделать интересное и правильное не бывает. Еще раз говорю, есть поступательные моменты и поступательные шаги в четком плане и стратегии, которых нужно придерживаться. Все должно быть поэтапно. Главное, чтобы эти этапы двигались, и главное, чтобы эти этапы переходили за первый, второй, в третий и так далее. То есть не было застоя. Когда болельщики видят, что есть застой по всем направлениям, тогда, естественно, можно бить тревогу, предъявлять претензии. Когда мы видим, что у нас поступательное есть развитие и практически во всех направлениях в клубе, давайте будем не гневить, скажем так, Бога, опять же, и будем относиться к этому с должным, а, уважением, б, спокойнее, возможно, чем всем хотелось бы, болельщикам, конечно же. Хотя еще в 2019 году, да, или в 2020 мы говорили совсем о других вещах, которые сейчас, то есть уже лучше, чем даже большинство болельщиков ожидало. Которые, кстати говоря, за 20 лет, наверное, привыкли думать очень негативно по отношению даже к каким-то хорошим эпизодам и моментам. Меня всегда это удивляет. Вот, когда до сих пор я встречаю много болельщиков, или вижу, или что-то слышу, или мне рассказывают сам, которые очень негативно настроены. А это невозможно, а это не будет, а это что там говорят. Ну, я просто хочу сказать о том, что вокруг клуба, вот что действительно важно, и, возможно, это было и проблемой, я не знаю, но, видя то, что мы эту ситуацию пытаемся переломить, думаю, что это, возможно, и тоже было проблемой. Вокруг клуба нужно создать ауру позитива. Позитив – это не значит, что все должны молчать, когда происходит что-то там плохое, когда команда, например, проигрывает или что-то. Есть критика, а есть критиканство, это разные вещи. Критика, она всегда приемлема. Критиканство создает негатив. Негатив вокруг клуба – это та аура, которая не дает ни футболистам, ни клубу развиваться дальше. Поэтому здесь от болельщиков хотелось бы попросить мне в первую очередь, уже пробыв здесь два года практически, все-таки добавить позитива во всех компонентах, тем более вы видите, что идет развитие. Весь негатив нужно убирать. Критику оставлять, конечно же, для этого мы это и делаем, какие-то вещи, связанные с публикациями на наших источниках официальных, статистику выкладываем, пытаемся. Это именно для того, чтобы в некоторых моментах ребят хвалили, в некоторых моментах клуб и команду, и всех. Можно было за что-то покритиковать, и мы это видим, и мы это анализируем, естественно. Но вот негатив нужно убирать, потому что очень много негатива. Я даже сейчас расскажу, не хотел об этом говорить. Последняя игра сейчас была с «Нефтехимиком», и как только команда пропустила первый мяч, я с центральной трибуны услышал такой откровенный мат в отношении команды главного тренера со стороны достаточно взрослого человека, который сидел не так далеко от меня, я это видел, с претензиями о том, что команда сдаёт, с переходом на личности по главному тренеру, с отборным матом. И мне настолько стало это неприятно, что я думаю, что, ну, я, наверное, поговорю, по крайней мере, с этим человеком, вот после игры, я не хочу сейчас на эмоциях, ну, встану, что-то попытаюсь ему объяснить или сказать. Но вы знаете, чудесным образом после первого тайма этого человека на трибуне не было. И я не смог его найти. У меня вот просьба, вот, возвращаясь к начатой теме, которую мы затронули, где я прошу преданных настоящих болельщиков клуба поддержать клуб, ещё раз говорю, с критикой, но без выдуманного, надуманного негатива и тем более провокаций. Потому что для меня этот человек был провокатором, я просто хочу попросить таких людей даже не ходить на стадион, потому что вы не болельщики клуба. И так себя позволять, себя вести, я думаю, что непозволительно в наше время точно и по отношению к людям, которые уже доказывают и доказали, что клуб вышел на, и команда вышла на совершенно другой уровень. И в футболе, если ты пропускаешь первым, это не значит, что ты игру проиграешь. То, что ребята и доказали. Против самого сложного соперника, наверное, в лиге, для нас и в принципе, потому что команда очень обороняется, команда очень мало даёт играть возможности и так далее. Но возвращаясь к этому, хочу сказать ещё раз, вот не ходите на стадион, если из вас звучит один мат, переход на личности и оскорбления, такие прям жесточайшие оскорбления в адрес тех или иных участников процесса. Я уже молчу о том, что рядом сидят дети, о том, что рядом могут сидеть и культурно пожилые люди и так далее. То есть мы в этом направлении тоже, я считаю, развиваемся, потому что раньше этого было, наверное, больше, потому что сейчас это какие-то единичные случаи, но, наверное, они всё равно как-то внимание привлекают. Но вот это всё провокации. То есть очень много провокаторов, которые считают, что клуб в том или ином ключе проиграл одну игру, это просто футбол, билась команда. Кто-то где-то почему-то начинает двигать тему того, что никто ничего не хочет, что команда специально это делает. То есть какой-то уровень в современном мире, в нашем уровень мышления, он уже должен подняться немножко тоже на другую ступень. Что это футбол, это профессиональные отношения. И здесь мы все видим, можно проиграть одному клубу, выиграть у другого, выиграть у лидера, проиграть, скажем так, к последнему месту, потому что лига достаточно плотная, она сильная. ФНЛ всегда славился тем, что эта лига достаточно жесткая во всех отношениях. И ребятам нужно не терять концентрацию в течение всего сезона. И то, что мы и требуем. Но это очень тяжело сделать, потому что тот, кто не играл, не занимался профессиональным спортом любым, и тем более не играл в футбол, в коллективный вид спорта такой, он не понимает, что такое концентрация, что такое пульс под 200, где ты можешь принять решение на этом пульсе неправильное, неправильное, да, на поле. И что футболисты это такие же люди, и они могут ошибаться. И что я, наверное, не назову ни одного человека из нас здесь сидящих, или сидящих на трибунах, который по своему роду деятельности не ошибался. Ну, конечно, все ошибались. Конечно, футбол дает эмоции, но я хочу, чтобы было меньше негатива. Вот мой долгий спич, но еще раз такая большая просьба, искренне от сердца, от души, ко всем болельщикам. Странный вопрос тоже для меня. Зачем что-то нужно менять, когда академия работает только год? И она работает отлично, по мне. Мы отбираем, не набираем, а именно отбираем на бесплатной основе лучших детей, кто хочет приходить заниматься. У нас есть уже определенные моменты в развитии, нам менять ничего не надо. Нам нужно развиваться и развивать эту академию. Она на сегодняшний день лучшая в Воронеже по всем показателям, инфраструктурным, и по детям, по селекции я имею в виду, и по мне, по тренерскому коллективу, который развивается молодой и учится, и по статусу. Поэтому я не вижу то, что мы должны изменять. Мы должны развивать то, что мы начали. Менять здесь ничего нет, не надо, и соответствие оно уже есть. На сегодняшний день это лучшая академия в городе и в области. Развиваться должны тренеры, развиваться должны дети. Понимая, опять же, это вопрос не месяца и не года, я говорю, что нормально функционирующая постоянно профессиональная академия окончательные плоды, скажем так, такие понятные и конкретные, наверное, дает только по стечению 4-5 лет. Бесперебойные работы, участие во всех соревнованиях для детей, отбора, развития, медицина, физподготовка для старших возрастов. Мы сейчас видим, что уже в принципе у нас спустя там год, сколько там человек, я уже не помню, 4-5-6 перешли из академии в факел М. Уже 8. Тренируются, но может быть они привлечены. Я имею в виду те, кто получает даже игровую практику постоянно, их где-то 4-5. И это значимый шаг. Ребята конкурентно способны, но для того, чтобы им сделать шаг в своем развитии, им нужно повариться во всем этом. То есть они не могут за месяц понять, что происходит. То есть в плане, я имею в виду, уровня сопротивления в другой лиге и перехода из детского, юношеского футбола уже в профессиональную, где ты играешь против мужиков. Они достойны, я считаю, что этот шаг выполняют. Я вместе с тренером, с тренерским штабом, с нашим новым, ставят те задачи. И как раз здесь психологический момент о том, что мы и говорим, что в первую очередь помимо тренировочного процесса и всех, скажем так, футбольных аспектов, здесь тренерский штаб им еще прививает в АКЛМ и в Академии у них стоит такая задача прививать профессиональные отношения. Это тоже не всем дано. То есть одно дело, ты просто для себя это как хобби выбрал, заниматься футболом, у тебя получается, и тебя видят, хотят и приглашают. А другое дело, когда ты отдаешь уже этому всю жизнь, и ты уже для себя в определенный момент решаешь, что вот все, мой профессиональный путь это футбол, это одно. И у нас были такие моменты, что у нас многие игроки в АКЛМ, они в этом не виноваты, еще раз говорю, это вопрос времени и правильного, скажем так, наверное, учительского такого советов, советов и проведения определенных, так сказать, бесед тренерского штаба заставить ребят все-таки определиться и выбрать. И те, кто остаются в профессиональной, выбирают для себя именно профессионально, а не то, что сходил на тренировку, хи-хи-ха-ха, потом я там посидел во дворе, погулял с друзьями, посидел в интернете, потом у меня учеба, потом, ну, вроде тренировка и так далее. Нет. То есть это нужно переламывать, ребята со временем поймут, что это профессиональное отношение, если они выбирают для себя этот путь и их родители, то они уже должны концентрироваться именно профессионально. Это не хобби. Вот этот процесс нам еще предстоит переломить и процесс реализовать до конца. Поэтому это вопрос просто работы, ничего менять здесь не надо, у нас топовая и хорошая академия в рамках наших возможностей. Вот и все. Вопрос от пресс-службы. Роман Гуранович, видите ли вы сейчас в молодежной команде тех парней, которые могут повторить путь Дениса Шепилова? Ну, давайте для того, чтобы вообще говорить о каком-то пути, я путь Дениса Шепилова еще пока не понял, зачем сравнивать с Денисом Шепиловым, потому что он Месси или это в нашем понимании условно, я не знаю, какой-то игрок выдающийся. Нет, Денису Шепилову нужно еще доказывать и тренироваться. Во многих моментах Денис Шепилов еще остался факелем головой. Во многих моментах. Поэтому не надо сравнивать. Слава Богу, что он перешел, он подписал контракт, он уже не будет считаться лимитчиком на следующий год. Здесь уже вызов ему личный. А соответствовать ты будешь уровню не лимитчика или все-таки ты уже достойно сможешь быть конкурентно способным с игроками ФНЛ постоянными. Поэтому у ребят свой путь есть. Не надо ориентироваться ни на кого. Нужно, если мы говорим только про переход просто в первую команду условно, ну, конечно, есть. Я, естественно, не буду называть какие-то фамилии, потому что настолько детско-юношеский футбол, он нестабилен, что ты сегодня видишь игрока, он вроде выделяется, но в этом возрасте через полгода он превращается практически в ноль на поле в тренировках. Это бывает, это спад по росту организма, это зависит от антропрометрии тела, это зависит от психологии головы и так далее. Поэтому об этом говорить рано. Если есть факты и будут поступательные движения, конечно же, мы это отслеживаем с точки зрения того, что если видим, что игрок уже конкурентно способен, он будет переходить в первую команду. Более чем, я уверен, что многие, ну не многие, некоторые игроки, скажем так, факел М, наверное, будут привлекаться на предсезонке к работе с первой командой. Это у нас взято за основу, то есть у нас эта практика уже была, она есть, где игрокам даны шансы проявить себя с лучшей стороны. Это не значит, что они остаются точно в первой команде, это значит, что они вернутся в факел М, но там, проявив себя хорошо, они уже будут, так сказать, на карандаше и за ними уже дальше будем следить с точки зрения их развития. Вот и все. В одном вопросе несколько. Ну, мы, естественно, в будущем хотели бы, я лично, да, хотел бы иметь такую возможность привлечения нагородних ребят, вот, возможно, даже из области, я не говорю сейчас даже про другие города, да, но пока на данный момент такой возможности нету, вот, но в этом направлении мы будем общаться с руководством области и в будущем пробовать реализовать какие-то возможности, связанные с этой историей, да, что касается базы в тенистом, опять же, вопрос не ко мне, она не принадлежит клубу, если база будет соответствовать всем нормам, я уже об этом повторял, говорил неоднократно, если на базе будут нормальные поля, отремонтированный корпус, где можно будет жить, котельная, которая не разваливается, ограждение, свет, то есть наличие вот вещей, которые мы имеем в плане инфраструктуры на чайке, на локомотиве условно, то, конечно же, и будут такая возможность представлено клубу использовать, то, конечно, мы будем использовать за, там можно размещать и вторую команду, там можно, скажем так, ребятам устроить, скажем так, базу, вот именно академии старших возрастов, факела М, условно, конечно, да, но в таком состоянии, в котором находится она сейчас, ну, нет, поэтому мы оттуда и уехали, зачем, смысл, там нет условий для нормального тренировочного процесса, вот и все. Ну, такая интересная тема, отдельная, возможно, мы на сегодняшнем этапе, мы, еще раз говорю, не все быстро, и академия это уже год, а женской, возрасту женскому там еще меньше, условно, который функционирует, работает, тренируется и так далее, поэтому тяжело говорить об этом, конечно же, в будущем, если у нас были бы возможности, в первую очередь, да, там, финансово, инфраструктурного содержания всех, то мы бы, что значит развитие, других возрастов, да, возможно, наличие, более старших возрастов, девчонок, команды, которые будут участвовать в всероссийских соревнованиях, также, более младших возрастов, то есть в этом отношении точно нет никаких рамок, то есть это все вот от возможностей от наших, да, то есть тренерский, опять же, набор состав, который есть, ну вот на сегодняшнем этапе у нас есть замечательные наши девчонки, мы им очень довольны, поэтому в будущем посмотрим, будет возможность, конечно же, я бы с удовольствием хотел бы это направление также развивать, не будем делать рекламу другим всяким компаниям, если у нас есть какие-то другие способы доставки, то возможно ответят по-другому, но адресуем в коммерческую службу, вот пусть отвечают. Ну, наверное, целый фильм о жизни факела это тяжело каждую неделю, вот, но вопрос правильный, потому что хотелось бы видеоконтент улучшать, как и многие другие направления. Среди них есть воронежские компании, это Борхи Маш, то есть учим матчасть перед вопросами, анализировать надо, видеть все, как минимум одна компания есть, мы работаем в этом направлении, опять же, еще раз показываем работу клуба, который не стоит с протянутой рукой, а пытается делать что-то сам. Мы заключили достаточно много для этого времени, для наших возможностей, опять же, контрактов коммерческих, вот, и это часть жизни любого профессионального клуба, зарабатывать самим. Я думаю, что мы по концу этого года и потом по концу сезона в принципе озвучим открыто в том или ином формате открыто озвучим все цифры и покажем, сколько денег нам удалось, скажем так, заработать по развитию коммерческого направления, по работе с партнерами, по разным, скажем так, критериям и в разных, точнее, направлениях, там это начиная от букмекеров, заканчивая всеми компаниями, которые с нами сейчас сотрудничают. Вот, я думаю, что это будет опять же для факела за последние, наверное, годы достаточно серьезный и в принципе для уровня ФНЛ современного это будут достаточно серьезные цифры, если нам удастся все до конца реализовать. И я думаю, что в ФНЛ, наверное, ну, не знаю даже, кто этим может подхвастаться. Я не говорю про частные деньги, где есть частные клубы, как условно торпеда, там все деньги частные, там один спонсор. Мы говорим сейчас именно про ту работу, которая ведется с партнерами и спонсорами со стороны. И там будут хорошие цифры, они уже сейчас хорошие достаточно. Но это не предел мечтаний, понятно, что в этом направлении нужно работать больше. Вот. Мало кто у нас хочет вкладываться в футбол, естественно, так получается, что пока этот продукт еще не совсем интересен, скажем так, продукт ФНЛ, но уже сподвижки есть, потому что он стал лучше точно по многим направлениям. И многие спонсоры с нами, заключая договора там даже на сезон условно, они смотрят, пробуют и так далее. И в принципе у нас есть надежда на то, что многие из них останутся с нами и дальше будут участвовать в жизни и деятельности клуба и на года вперед. То есть основной момент А. Найти спонсоров, привлечь их разными программами, лояльности и так далее, там показать им, что есть здесь аудитория, что есть внимание и к их бренду тоже, если они становятся нашими партнерами. И второй момент после этого первого этапа это сделать наши отношения долгосрочными, чтобы они не заканчивались по итогу одного сезона только. Ну вот, это такая глобальная задача, которая перед нами стоит и мы тоже в этом направлении движемся. В этом направлении тоже нужно работать, долго мы работаем, вот, я сейчас не могу сказать, что есть конкретика какая-то, но мы точно уже встречались, я встречался с некоторыми людьми. Ну, этот процесс, он не быстрый. Еще раз говорю, мы за два года уже сделали больше, чем планировали, вот, и идем с опережением графика, поэтому иногда просто не успеваешь браться за все или там добивать какие-то истории определенные, а в частности, если мы говорим про титульного спонсора, то это вообще долгая история. Здесь нужно очень много, скажем так, поработать и уделить этому внимание, и время главное нужно для того, чтобы это срослось. То есть, конечно же, как и любому клубу, нам бы хотелось иметь, может быть, даже ряд партнеров, солидных, серьезных, с хорошими, скажем так, коммерческими контрактами, но, опять же, повторюсь, очень многое зависит от инфраструктурных возможностей, от наших рекламных площадок, которые у нас ограничены по многим направлениям, но это не значит, что это стоп, это значит, что мы работаем в этом направлении, мы, значит, надеемся, что будем развиваться совместно. Вот и все. Основная задача сделать так, еще раз повторюсь, чтобы клуб функционировал, и даже есть когда-то, например, финансовые трудности, как у всех это бывает, условно, чтобы клуб, имелый подушку финансовой безопасности и определенные контрактные вещи, связанные со спонсорами, которые так или иначе тебе помогут или там минимально хотя бы ты сможешь погасить определенные задолженности, которые образуются так или иначе со временем, вот, минимально. Но по концу года, конечно же, хочется выйти в ноль, мы это уже делали, вот, и показать еще и в статье бюджета доходов разница расходы минус доходы, чтобы у нас был там позитивный, да, там какой-то момент, связанный с прибылью, с чистой прибылью. Ну, это тоже, опять же, тяжелая работа в рамках футбола, но будем смотреть. Вы знаете, другие примеры, у Фавила, это все, опять же, вопросы болельщиков, которые где-то что-то прочитали. На заборе тоже написано, мы знаем, что. Мы не можем проверить, было это или не было это, есть интерес или нет. Мы ориентируемся на наших партнеров, на компании российские. Если случится чудо, что пока до сих пор не случилось, ни с одним клубом, придет иностранный инвестор, который захочет купить клуб или там полностью его взять на обеспечение и финансирование, ну, давайте будем тогда аплодировать стоя, когда это чудо случится. Пока этих чудес не происходит, только это уровни там манипуляции в СМИ, разговоров каких-то, преувеличений и так далее. У меня нет никакой информации даже вот общаясь с футбольными людьми или в футбольных кругах о том, что действительно есть что-то такое конкретное и прям вот понятное. Поэтому мы ориентируемся на наш российский рынок и отталкиваемся исключительно от конъюнктуры рынка именно российского. У нас со всеми, скажем так, есть желание наладить отношения, либо там все знают, что существует футбольный клуб «Факел», все знают, что есть рекламные возможности или там опции, пакеты, которые присутствуют и на сайте, и везде, и по телефону. И в общении с людьми со многими в Воронеже, я уже это много говорил раз, и это все знают. Мы будем открыты и рады любым, тем более местным, скажем так, потенциально нашим партнерам, которые смогут клубу помогать и помогать в плане развития, я имею в виду. даже не обсуждается. Но пока, к сожалению, таких очень мало. Но это вопрос, наверное, компании ТНС надо адресовать в большей степени не ко мне. Связь мы уже давно не общались, конечно, там недавно, когда еще ТНС присутствовал у нас на груди, мы, конечно же, общались. И еще раз огромное спасибо за поддержку. один из немногих людей, который клуб поддерживает, любит и больше ничего добавить даже не могу. А что касается компании, ну, не знаю, может быть, прошла реструктуризация компании, может быть, какие-то вещи изменились на каком-то уровне, поэтому не ко мне вопрос. Если компания ТНС Энерго вернется к нам как наш давний многолетний партнер, естественно, мы будем только рады и счастливы. Больше скажу, там, вот мы их прям ждем, ждем и ждем, как и всех остальных, потому что все-таки то, что складывается годами и партнерство, оно, мне кажется, должно перерастать что-то большее. Надеюсь, что это мои надежды, так сказать, мои ожидания, мои проблемы. Ну, окей. Я приму мои ожидания, мои проблемы, даже если это будет, но может быть маленькая толика чуда произойдет и компания вернется. Еще раз говорю, мы будем счастливы. Ну, вопрос этот муссируется очень долго, он непонятный, никакой конкретики до сих пор нету. Я бы в этом вопросе отталкивался исключительно от каких-то конкретных фактов. Когда примут на законодательном уровне определенные вещи, разрешат и так далее, я думаю, что пивные компании будут сами заинтересованы на том, чтобы вернуться как можно быстрее на стадионы, а тем более вернуться в клубы или прийти в клубы, где есть большая аудитория. То есть им нужны люди, им нужна аудитория. Поэтому я не думаю, что это вопрос какой-то проблемный. Мы 100% его уже анализировали. Мы анализировали даже список компаний и заводов, которые есть в Воронежской области, в Воронежской области. Но пока нет конкретики определенной, их интересует не безалкогольное пиво. Мы понимаем, что их в большей степени интересует и реклама, и разлив условно, возможно, с ограничениями пива на стадионах, и плюс реклама их продукции. Вот когда будут приняты законодательно определенные моменты, то тогда, я думаю, что конкретика не заставит себя долго ждать. Можно отнести к отличной, не новой, но отличной инициативе, но она может вызвать также шквал и недовольных людей, почему мы должны вкладываться в клуб. Поэтому, вы знаете, в футболе ничего нового никто не придумал. Вот поход на футбол, если он разрешен в наших сейчас, к сожалению, тяжелых условиях и возможен, то вот это и есть самая большая поддержка клубу. Я сейчас говорю не только про поддержку на трибуне, команды, а и про финансовую составляющую. Покупка билетов, покупка атрибутики в магазине или у нас на сайтах. То есть, это и все и есть помощь клубу. То есть, если даже человек не может поддержать, как задает болельщик, многоуважаемый вопрос на трибуне, ну, он может купить себе или заказать что-то в магазине, либо он может купить билет, например, и кому-то его подарить. Ну, условно, как пример. Это и будет вклад в клуб. То есть, все деньги, которые клуб зарабатывает по коммерческой составляющей, они идут исключительно в клуб и на операционную деятельность и на те расходы, которые клуб несет по той же аренде стадиона, по каким-то другим вещам, по покупке нового какого-то, новой продукции, заказу для магазина. То есть, это тот оборот, который помогает клубу, по крайней мере, закрывать этот пласт и выходить к минимуму в ноль либо в плюс. Поэтому призываю всех лучше покупать билеты, атрибутику и тем самым помогать клубу, если такие есть, как бы даже не нуждаясь, например, в чем-то сильно, но все равно это будет очень приятно и нам, и клубу, как говорится, лишний рубль-копейка, естественно, в наших условиях тяжелых достаточно, потому что не секрет, многие игры, которые мы проводим без болельщиков из-за ковида и ограничений, мы не дозарабатываем, соответственно, на билетах, на билетной программе. то есть аренду нам никто не снижает, клуб платит те же деньги и арендные ставки по всем направлениям, как и было, поэтому мы, конечно же, недополучаем много денег, вот, как бы нам хотелось по билетной именно программе, поэтому, возвращаясь к ответу, лучше вот атрибутику и билеты покупайте, прямо это, это и есть сам по себе уже фонд, создавать ничего не надо. Я не хочу говорить сейчас очень долго, мы потратим часовые разговоры про какие-то глобальные вещи в плане РФС, что касается ФНЛ, то процесс изменения, он начался уже с объединения двух лиг, да, то есть мы сейчас с этим вопросом также изнутри в рабочих группах и в президиуме ФНЛ занимаемся активно, вы знаете, ну, это очень системно, правильно, я считаю, на данном этапе и понятно, в первую очередь. Лига начнет зарабатывать, я думаю, что больше, чем зарабатывала раньше, это очень важно, потому что клубы будут, значит, тоже возможно зарабатывать в будущем, либо будет снижена, либо вообще убрана статья взносов больших, потому что все клубы платят большие взносы для того, чтобы иметь возможность играть и чтобы этот процесс был организован, на это тратятся деньги. Если лига начнет зарабатывать, то возможно, нам удастся эту статью убрать и клубы перестанут платить, тем самым сэкономят деньги в своих бюджетах. Что касается предложенных изменений в рамках ФНЛ, то я еще раз уже говорил неоднократно, я лично за какое-то развитие и изменения, за то, чтобы пробовать что-то новое, потому что это не значит, что соглашаться со всем, это значит, что это новое можно также еще изменить, подкорректировать, где-то предложить какие-то свои варианты. У нас есть диалог с руководством и лиги, и РФС в этом направлении. Мы очень много общаемся, все клубы, они открытые, РФС за это им спасибо, потому что действительно диалог есть, это не то, что кто-то что-то принял, возможно, нет, подчеркивается на каждом совещании, что никто ничего не принимал, только клубы, когда будут сообщать, действовать и какую-то определенную позицию большинством выработают, только тогда будут возможны изменения. Все они направлены на то, чтобы наш продукт ФНЛ, лиги, РПЛ, если говорить на рамку, рамку выше, сделать еще более привлекательным. Говорить об этом, только сидеть, вот каждый год я слышал или слышу, или слышал до этого, даже работая в Спартаке, до этого, что вот да, все правильные слова, все говорили, ну наш продукт не такой интересный, ттттттт, все, окей, да, дальше что? Это факт, а что дальше? Кто-то что-то делает для того, чтобы он был интересным, или конкретно не по персоналиям я им говорю, а что именно делается? Лигами, в первую очередь, клубами, потому что лиги это и есть клубы, естественно, там департаментами разными РФС, там и так далее, которые связаны с этим. И сейчас я вижу, что что-то начало, по крайней мере, сдвигаться с мертвой точки, с точки зрения того, что появляется конкретный какой-то план. Он может быть неправильный, он может быть подкорректирован, еще раз говорю, но есть конкретный вектор, куда движение идет. И это не просто слова, как это было условно раньше, а это какие-то поступки или дела, и предложения, которые мы просто анализируем. Мне приятно анализировать предложение, потому что предложений раньше по изменению не было вообще. И такое ощущение, что все говорили о том, что все плохо, но всех все устраивало, потому что никто ничего не предлагал и не делал. Сейчас этого нет. И это для меня самое основное. Поэтому в дальнейшем мы посмотрим, но я думаю, что это точно правильно выбранный путь, и очень много интересных вещей, которые мы обсуждаем. Еще раз повторюсь, они могут быть неприменимыми в нашей реальности, в российской, например, в том формате, в котором мы обсуждаем. Но для этого это обсуждение есть, то есть формат может поменяться, но по крайней мере есть изменения. И я надеюсь очень, что этот продукт с помощью сотрудников, еще раз говорю, департаментов, созданных вновь на базе РФС и ФНЛ, он поможет как раз таки привнести что-то очень новое, интересное, создать этот продукт, который станет реально интереснее, чем он был. Отсюда появятся и деньги. То есть монетизация этого продукта должна быть. То есть не должно быть стагнации, должно быть развитие. Я, к сожалению, не слышал, честно скажу, я где-то, Виталик, какие-то названия или что-то об этом не слышал. Вот будет время, зимнюю паузу, я обязательно послушаю. Всегда корректирую в данном формате и, может быть, придираюсь, извиняюсь заранее к словам. Мы не покупаем игроков, у нас нет такой статьи в бюджете. Это очень важно, потому что как только у нас фигурирует каким-то клубом к определенным покупке, все сразу потом начинают раздувать, что кто-то кого-то покупает. Мы игроков не покупаем. Мы можем заплатить за игрока компенсацию за его воспитание, если это молодой игрок. Если мы говорим о каких-то, ну, совсем маленьких цифрах, там, возможно, мы можем найти из коммерческих контрактов возможность заплатить. То есть, за переход, это было, кстати, один раз, но это вообще маленькие цифры, там, в размере 300-400 тысяч рублей. Что касается привлечения игроков, ну, слушайте, мы же не привязываемся к фамилиям, да, мы привязываемся. Печинович здесь находится не потому, что это Печинович, который был когда-то топовым игроком, сейчас он перестал им быть, потому что уже, например, там, я не знаю, желания нет, или возраст, или так далее, но мы его все равно позвали. Нет. Для меня этот игрок, который до сих пор, мы видим, является а, капитаном команды, это надо заслужить, б, профессионалом и тренируется каждый день, и показывает свою состоятельность того, что он, ну, по мне, один из лучших, да, игроков. И в плане опыта, и в плане всего остального, про футбол я молчу и так далее. Поэтому мы не из имена берем игроков, да, мы привлекаем игроков, если они соответствуют нашему пониманию, уровню, и готовы помогать на поле. Мы же знаем другие примеры, да, вот недавно, по-моему, где был Тарасов в Велесе, тоже возрастной игрок, который сказал, что я хочу еще поиграть, но, видимо, не пошло у него, то есть здесь вопрос, пригласили все-таки, уже знали, что он не пойдет, аналитику сделали, то есть оценку, его состояние, физики, либо это все-таки был пиар-ход. Я не сторонник таких пиар-ходов, то есть если есть игрок с именем, и он соответствует уровню, то он может быть в команде. Если он с именем, но это просто пиар-ход, то нет. я уже ответил, в самом начале. Хочешь посмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах. Я не могу конкретно сказать, сколько я буду работать в факеле. У меня контракт на один год, он продлевается по истечении года, по уставу, по регламенту и так далее. То есть отвечу по факту, как есть. А как это будет в будущем, я не могу спрогнозировать до конца. Многие говорили, что понаехавшие сюда сотрудники в моем лице уедут через несколько месяцев. Мы уже в третий год здесь. Поэтому опять же, возвращаясь к моменту негатива, да, и каких-то домыслов, вбросов и провокаций. Вот и все. А в чем не получается? Такой вопрос интересный. Что не получается и в чем не получается? То есть, когда болельщики опять же задают вопрос, мне все время интересно, на чем основывается вопрос. А что не получается у нас сейчас? Вот у меня вопрос встречный к болельщику. Может быть, он посмотрит мои ответы, свои вопросы и сам себе хотя бы ответит, а что у нас сейчас не получается? Как я уже сказал, я системный человек. То есть, я подхожу системно. У меня нет каких-то эмоций с точки зрения, которые я себе позволяю, еще раз говорю, в десятилетку или в пятилетку внести. То есть я двигаюсь поэтапно. Задача максимум, когда я пришел, на тот момент была вывести клуб из долговой ямы, стабилизировать его во всех направлениях, и нам это удалось сделать. На тот момент для меня это была задача максимум. Вот на тот момент. Потому что если бы для меня задача максимума была, думая опять о выводе, я не знаю, в Лигу чемпионов клуба условно, ну поверьте, ничего бы не было тогда. Ну жить где-то своими фантазиями и мыслями там, ну это хорошо, конечно, но я думаю, что уже исходя из своего опыта, я уже там бэкграунда перерос там какие-то вещи. Поэтому только поэтапно. На тот момент была задача максимума такая, мы ее сделали. Сейчас команда поднялась на другой уровень или клуб развить, это тоже была задача максимума. Мы тоже это выполнили, потому что никто сейчас спорить не будет. Вот раньше все спорили, как бы нам хорошо быть в середине таблицы, и говорили, да это невозможно, да это там стабильность еще хотя бы. А теперь болельщики расстраиваются, когда мы опускаемся ниже второго места. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы вместе с болельщиками, вместе со всеми сделали такой качественный шаг вперед. Уже, что бы ни случилось потом, или так, и так далее. Вот на сегодняшний момент, на этом этапе, мы за 20 лет, как опять же оперирует болельщик, предыдущие вопросы задававший, мы за 20 лет сделали качественный шаг вперед, чего не было до этого. Вот и все. Поэтому говорить о чем-то эфемерном, расплывчатом, так сказать, в ближайшем будущем, задачи максимума, задачи минимума, они каждый день всплывают. Может быть, задача максимума для меня была также в коммерческом направлении сделать что-то крутое. Мы это сделали. В вопросе открытости клуба была на определенном этапе задача максимума сделать клуб открытым, потому что он был закрытым полностью. Отсюда и негатив вырабатывался, я понимаю, откуда он шел годами. И на каждом этапе эта задача максимума стоит, и мы ее, я думаю, что выполняем совместно. Опять же, совместно с болельщиками только. Не было болельщиков, не было бы интереса. Ну, конечно, нравится. А как может не нравится город такой масштабный, красивый, где присутствует разная архитектура и советского времени, и до советского времени, и современная, и так далее, и большие дороги, и площади, и сам по себе город большой. Ну, слушайте, все, все, что можно перечислять, наверное, все. Я думаю, что ни один футболист, который даже впервые приехал сюда в Воронеж, не скажет, что он ему не нравится. Ну, потому что, поездив, скажем так, по другим городам, к сожалению, многие другие города, но они не такие, скажем так, глобально масштабные. У каждого есть свое что-то хорошее. Где-то уют, где-то еще что-то, где-то какая-то направленная специфика своя. Ну, Воронеж, он глобальный город, большой. Как говорится, действительно, столица Черноземья, да, слово носит. Поэтому, конечно, нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!